Вы знаете, вот когда мы читаем Евангелие, мы можем видеть, что после воскресения своего Христос являлся учеником. Но уже являлся не так, как Он являлся, когда Он жил в теле до распятия. То есть до воскресения Он жил на земле, люди могли видеть Его, они могли слышать Его, ну как обычного человека. Но когда Христос умер, а потом воскрес, то Он уже являлся людям по-другому, не так, как до своего воскресения. Мы об этом читаем в Евангелии, но многие люди не узнавали Его. То есть Он являлся людям, но они Его не узнавали. Например, история, когда двое учеников шли по дороге в Имаус, и Он к ним просто рядом пристал. И они шли, идут вместе, разговаривают, и они не узнают Его. И только уже потом, когда они уговорили Его побыть с ними, и Он преломил хлеб, и они увидели, это же Христос. Или помните, когда после воскресения Христос прошел через сквозь стены, зашел в горницу, где находились ученики, и сказал, мир вам. Он являлся и является сегодня, но уже не так, как до своего воскресения. Я вот сегодня вспоминал, еще раз вспоминаю, я помню тот день, когда мне было 19 лет, и Господь явился для меня. В таких стесненных, тяжелых обстоятельствах прошел через сквозь замки, сквозь стены, и явился для меня, как Спаситель, как Бог, который любит меня, который желает простить мне все грехи. И я верю, что и сегодня Господь тоже, Он является людям. Вот люди просто не придают этому значения, не узнают Его, когда Он стучит в их сердце, когда Он через какие-то обстоятельства жизни, через какие-то действия, Он пытается прийти в жизнь человека. Что-то изменить люди не узнают. Но сегодня мы можем это видеть. Поэтому, друзья, вот воскресенье, которое бывает у нас каждую неделю, ведь правда? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Даже само название дня недели всегда нас наталкивает на то, что Христос живой, и Он может являться человеку, Он может являться для помощи, для поддержки, для спасения. Слава Господу! Сегодня, в этот праздник Пасхи, я бы хотел прочитать один текст о том, как однажды Христос явился нескольким мужчинам, и как после этого их жизнь преобразилась. Давайте мы вместе с вами прочитаем эту евангельскую историю. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 стиха, это вот этот текст. Внимательно задумаемся сегодня над теми простыми, добрыми, но мудрыми словами, которые нам оставил Христос в своем Евангелии. Итак, 21 глава Иоанна, с 1 стиха. После того, опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в эту ночь ничего. А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении Своем из мертвых. Слава Господу! Слава Иисусу! Посмотрите, семь мужчин, семь мужчин, знающих свое дело, идут ловить рыбу. Не просто, знаете, так сходить на рыбалку. Знаете, вот сейчас лето, на рыбалку пойдем. Нет. Эти мужчины, они знали, что такое ловить рыбу. Не просто рыбалка, но они знали, что такое ловить рыбу. Это был их способ к существованию, это была их работа. Они знали. Их отцы ловили рыбу. Они знали, как управляться сетью, они знали, как везти лодку, как расправлять парус. Они знали, в каком месте ловить, в какое время. Они все это знали. И вот эти семь мужчин, перечисляются их имена, они отправились ловить рыбу. И Библия говорит нам, что они всю ночь работали, всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Не знаю, знакома ли у вас такая ситуация. Работал, работал, ничего не заработал. Вот что-то делаешь, делал, делал, а ничего не вышло. Все как бы так впустую. Закидываешь эти сети, вытаскиваешь, а они пустые. Ну ладно, вот ты сходить на рыбалку, да, даже если ты ничего не поймаешь, ну, посидели на природе, отдохнули. Но если это у тебя как средство к существованию, если ты понимаешь, что ты вернешься сейчас без рыбы, ты не сможешь ничего заработать, а как жить, а впустую. Я рассказывал сегодня, вот в моей жизни была встреча, я был, ну, намного моложе, чем сейчас, и встретился с одним мужчиной. Мужчина, ему уже было за 70. Так человек прожил в советское время, вы знаете, ну, такое в атеистическое время, помнит, кто жил в советское время. Он не верил никогда в Бога. И вот, когда в 90-х годах открылся занавес, свобода для проповеди, свободный человек может верить, многие люди обращались к Богу, и он тоже обратился к Богу. И вот мы с ним сидели, и как-то вот встретились, разговаривали, и он сказал такую вещь. Он говорит, ты знаешь, я всю свою жизнь прожил впустую. И я так задумался, посмотрел, ну, как так? Я смотрел, у него вроде бы семья, дети, внуки уже, жена была, дом. Он что-то все равно же ведь делал. И так вот со стороны ты и смотришь на него, ну, как впустую, ну, столько же вроде бы, ну, и есть, столько вы посозидали, что-то есть. Но внутри он понимал почему-то, что я свою жизнь прожил впустую. И он говорит, я только сейчас вот начинаю как бы жить со смыслом. И я понял, что он говорил не просто вот об этой пустоте, знаете, когда в карманах у тебя пусто. Не об этом говорил. Он говорил о внутренней пустоте. И я понял, что у тебя в карманах может быть что-то и есть, или может быть. Но ты проживаешь жизнь впустую, внутри, в сердце какая-то пустота, в душе какая-то пустота. И вот эти люди, эти семь мужчин, они проработали всю ночь. Они день не спали всю ночь и впустую. Как вы думаете, приходит в жизнь таких людей разочарование? Конечно, какое-то разочарование. Разочарование. А к чему все это тогда? А зачем все это? И вот они находились в таком состоянии. И вот настало утро. Ничего не поймали. Пустые сети. Все впустую. Смотрят друг на друга. Наступило утро. Четвертый стих говорит. И вдруг они видят. На берегу метров сто. Двести локтей – это сто метров. Примерно. До берега. И вот эти сто метров, ну, сколько? Ну, вот здесь вот у нас двадцать четыре, да? Зал двадцать четыре метра. Вот сто метров. Вдруг они видят на берегу мужчина. И мы читаем из Евангелия, что это был Христос. Но они его не узнали. Для них он был просто мужчина. А это был Христос. Не узнали. И вот они смотрят, какой-то мужчина там стоит. Костер разжег. Костер горит. И вот там... И вдруг этот мужчина, он начинает говорить им. Посмотрите, пятый стих. Дети, есть ли у вас какая пища? И они отвечают ему – нет. Такой сухой ответ – нет. Они не объясняют, почему. Потому что они просто разочарованы от своей жизни. Пустота. У нас пустые сети. Мы не будем рассказывать. Мы ничего не поймали. Нет. Знаете, муж приходит домой. Жена спрашивает. Ну что, ты с вахты приехал, что-нибудь заработал? А он говорит – нет. Нерадостно же, да? А если заработал, то радуется. Да, конечно. Нет. Вы знаете, наша пустая жизнь или жизнь бессмысла, она не приносит нам радости. Она не приносит нам успокоения. Наоборот, приносит какую-то тревогу, раздраженность. Сухой ответ – нет. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как Христос обращается к ним. Посмотрите, как он называет их. Дети. Это тоже очень важная и глубокая истина. Что Бог хочет быть нашим отцом. И мы его дети. Вот сегодня мы смотрели на этих прекрасных детей. Вы обратили. Ну все разные. Я смеялся, не мог. Все разные. У каждого своя какая-то изюминка. У всех. Один такой, другой такой. Но они дети. И Бог точно так же. Он любит нас. И Он желает относиться к нам, как к детям. Чтобы не только мы приносили Ему радость, но и Он тоже проявлял свою заботу о нас. Слава Господу нашему. И вот смотрите, Он спрашивает им, поймали что-нибудь? Нет. И дальше Христос говорит им, послушайте, Он просит их. Он говорит, возьмите прямо сейчас и закиньте все эти, которые у вас есть, по правую сторону лодки. То есть Христос, которого они не узнали. Они думали, просто мужчина. Он их просит, закиньте сети по правую сторону лодки. То есть Он говорит им, что делать и как конкретно. И эти люди, рыбаки, они послушались Христа. И закинули сети. И Библия говорит, что они вытащили сети и множество рыбы. И до такой степени было рыбы много, что они не могли вытащить даже сеть. Не могли эту рыбу всю затащить. То есть них не хватало семь, может, семь мужчин. И не могли вытащить сети. Сколько рыбы там. Вот представьте, это Божье чудо. Всю ночь работали. Искали эту рыбу. Закидывали сети. И не раз, и не два, и не три, и не пять. Вытаскивают пустые. То тина, то банка железная. Ну, я так уже на нас современным языком говорю. Ничего не поймали. И тут какой-то мужчина говорит, слушай, ну, может, стоит тебе попробовать поехать на реабилитацию? Ну, знакомая картина? Ну, правда? Ну, может, стоит? И жизнь твоя? Нет. Да, так обычно. Я сам. Вот ты смеешься. Сказал, 13 лет назад я тебе говорил. Может, стоит? А потом до меня еще много мужиков тебе говорило. Может, стоит поехать на реабилитацию? Что говорила? Даже не помню. И сети вы... Ну, это жизнь, правда? Я же тоже помню. Но мне бабушка с улицы здесь какая-то звала меня. Говорила, сынок, тебе к Богу надо. Я говорю, бабуль, да какой Бог? Сам себе Бог. А не понимал, что не бабуля стояла возле меня. А Христос стучался в мое сердце. Хотел уберечь меня от тюрьмы, от проклятия. И в конечном итоге, когда сидел в тюрьме, то уже вспоминал эту бабулю. Думал, ой-ой-ой. Сколько таких случаев? А Христос говорит с берега, с берега, говорит, закиньте по правую сторону, попробуйте, попробуйте. Ну, можно было так сказать, слушай, ну, кто ты такой, что ты нас учишь? Мы всю жизнь ловим рыбу. Мы знаем, когда ее ловить. Мы знаем, в каком месте, в какое время. Кто ты там, кто ты такой, чтобы учить нас? Ну, они согласились. Говорят, хорошо. Может быть, между собой так. Ну, давай попробуем. Ну, давай попробуем, давай. Ну, может, действительно поймаем. Ну, ничего не убудет с нас. Какую сторону? По правую. Может, по левую? Нет, по правую. Ну, ладно, по правую. А с какой стороны правая? С твоей или с моей? С вашей стороны правая? Ага, вот, правая. И они закидывают все эти. А там рыбы. Благословение пришло. Сразу. Благословение. Вы понимаете, друзья? Еще очень важная вещь. Если мы хотим иметь в жизни благословение, нам нужно слушать то, что говорит Христос. Не просто вот слышать, а слушать. Чувствуете разницу? Слышать и слушать. Слышать – это я услышал, а слушать – это я услышал и сделал. Вы знаете, вот есть разница. Верующий человек и христианин. Я очень часто задаю людям вопрос. Разговариваешь о Боге, говоришь, а вы верующий или вы христианин? И человек такой в стопор встает. Вот я сегодня задаю. Вы верующий или вы христианин? Это разница есть. Верующий и христианин. И это есть разница. А кто такой верующий? Верующий человек – это человек, который верит, что Бог есть. Вот я шел, Христос воскрес, и говорит, воистину воскрес. Верующий? Да, мы верующие. Верующий сегодня, что Бог есть, что Он воскрес из мертвых. Да, много. Но верующий человек не живет по-христиански. Верующий человек верит, что Бог есть, но продолжает жить так, как он хочет, так, как он видит. А христианин кто такой? Христианин – это человек, который не просто верит, но он верит, и он послушен Богу. То есть он слушает Бога. Христианин, который живет по-христиански, который не просто называется именем Христа, но живет. Вы увидели разницу? Верующий и христианин. И нам нужно определиться, кто я – верующий или христианин. Здесь кроется великая тайна. Где Господь говорит, послушайте то, что я говорю вам. Сделайте то, что я вам говорю. И вы увидите, как придет вашу жизнь благословение. Кто бы мог подумать, что они под утро поймают столько рыбы? Кто? Кто бы мог подумать, что моя жизнь так изменится? Кто бы мог подумать? Никто. Чудо. Столько рыбы поймали. Почему? Потому что послушались Христа. Потому что сделали. Не прибавили чего-то своего. А может быть, по левую сторону. Нет, по правую. Вот так, как написано. Так, как сказано. И вот они тянут эту рыбу. И вдруг один из учеников смотрит на этого мужчину на берегу. С ним что-то происходит. И он говорит Петру. Говорит, Петр, так это же Господь. А они вот его на днях видели, как он умирал. И тут они видят, и он вдруг говорит, так это же Господь. И посмотрите, что делает Петр. Посмотрите. Вдруг он оставляет эти сети. Он оставляет эту пойманную рыбу там на море. Он одевается в одежду, и он бросается в море. И сто метров вплавь. Он даже не дожидается, когда лодка подплывет. Он так сильно хотел встретиться с ним, быть рядом с ним. И я спрашиваю, Петр, а что ж тебя больше так не радует эта рыба? Больше уже так. Оказывается, есть что-то больше, чем Божье благословение. Больше. И когда он приплыл туда, и уже все остальные тащили эту рыбу, то уже огонь разложен. Уже рыба на костре готовая. Хлеб уже есть. И Христос говорит, придите, погрейтесь, покушайте. Он дал им всем хлеб. Он дал им всем рыбу. Что-то большее есть у Христа, друзья мои. Братья и сестры, больше, чем рыба. Вот наша жизнь такая, мы бы вот, Господи, пошли нам рыбки. Пошли нам вот что-то вот. И вот вся наша жизнь, она как бы вокруг того, что покушать, попить и во что одеться. Вся жизнь крутится. Мы живем как бы ради этого. И в день иногда даже минимум три раза покушать. Сколько в реабилитационном центре покушать? В день. Три раза и ночью еще кто-нибудь там, что буршит. Три раза минимум. Но все крутится вокруг. Понимаете? Но это не так не должно быть. Не только вокруг этого. И Петр это понимал. Вот почему он оставил эту рыбу, чудом пойманную. И он поплыл. Потому что что-то большее. Вы знаете, пустота. Он хотел заполнить пустоту. Он понимал, что рыбой, хлебом, душевную пустоту ты не заполнишь. Вы слышите? Не заполнишь. Душу невозможно накормить обыкновенным плотским хлебом, пасхой, яйцами, чем еще? Курицей, мясом, огурцами. Ты душу не напитаешь тело. Но душа, она требует другой пищи. Она нуждается в другой пище. И эта пища, она есть только у Христа. И Петр это понимал. Холод был у него. Сырость в душе была. Поэтому он плыл ко Христу, чтобы побыть с ним, чтобы погреться возле него. Даже не возле костра, даже не этой жареной рыбы и там хлеба. Быть возле Христа. Вот что он хотел. Именно это дает нам настоящее счастье и радость. Итак, друзья, мы должны быть послушны Христу. И мы должны понимать, что Христос дает настоящий покой. Помните, когда он вошел в горницу, где сидели ученики, и первое, что он принес, он говорит, мир вам. Он принес мир. Это были не просто слова, знаете, как мы приходим домой, мир дому сему. Нет, он принес мир. Люди почувствовали этот мир. Внутри пришел какой-то мир. Ведь, друзья, ведь если вы посмотрите, то в жизни мы же ищем это, чтобы мир в доме был, мир был в семье, мир был в душе, правда? Мир был в стране. Все люди ищут. миру мир не быть в войне. Мы же все, голубь мира. Все люди это ищут, но только почему-то не могут найти его. Может быть, просто не там ищут. А Христос, Он дает настоящий мир. И Он дает настоящий покой. И Он удаляет страх. И ты понимаешь, что Он назвал меня, говорит, дочь, Он назвал меня сын. Он не бросит меня. Он меня обогреет у своего костра. Он позаботится, Он накормит меня. Но самое главное, Он напитает душу. Знаете, есть в Евангелии такая история, когда ученики, апостолы пришли с Иисусом в самарийский какой-то город. И они захотели есть. И все апостолы собрались там и пошли в город на рынок, чтобы купить что-то покушать. А Христос остался там за городом у колодца. Там пришла женщина. И он с этой женщиной самарянка у колодца. Будете спускаться по лестнице, вы увидите, у нас картина есть там самарянка у колодца. Вот он с ней беседовал, разговаривал. И потом женщина ушла, и пришли ученики. Приходят радостные. Еды купили. Колбаска там, ну, сало, масло там, лучок зелененький, чесночок там все, сока купили там, виноград, все принесли, идут там, белеши там, все такие радостные. Ну, все, сейчас покушаем. Приходят, Господи, сейчас покушаем. А он говорит, а я уже сыт. Но он ничего не ел. И он говорит, а я сыт. И они думают, кто-то накормил, наверное, его. Кто-то, наверное, пришел и его накормил. А он говорит, нет. Говорит, есть просто другая пища. Есть пища, которую вы не знаете. Знаете, есть пища, которая не лезет. Знаете, да? Пища, которая не лезет. Вот когда горе у человека, ты его никакими явствами не порадуешь. Он скажет, не хочу. Ни крабов, ни кальмаров, ни какого мяса, ни рыбы никакой. Ничего не хочу. Горя у человека. Пища, которая не лезет. А есть пища, когда человек настолько счастлив есть другая, когда он настолько счастлив, что и от счастья пища не лезет. Ну не хочу, как один меня спрашивает, слушай, ну как ты, а праздник? И что ты не пьешь даже на празднике? Ну я вот действительно, мы уже сколько, с 95-го, наверное, года, мы уже так с женой верующие, с 95-го года я не пью действительно ни пива, ни шампанского, ни водки, ну мы не пьем, ни вина, вот кроме как причастия, мы не пьем. И меня спрашивают, ну как ты так? Ну а ведь, ну это ж порадоваться, веселье, это ж такое, надо радость как-то, ну чуть-чуть. Я говорю, ну, если ты так радостный, ну ты радостный, зачем, куда тебе? Вот приходят они на праздник, вроде свадьба, все сидят хмурые. А что хмурые мужики? А прям так и говорят, сейчас выпьем, повеселеем. Ну так прямо и говорят. А они не могут, они не знают, у них нет этого внутри сердца, внутри души, этого покоя, который Господь желает дать каждому из нас. Вот, Петр, он понимал это, он это чувствовал, поэтому он бежал вперед, вперед лодки. И пока эта лодка приплывет, он плыл сколько мог, не так легко было, но он плыл. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, я желаю всем вам Божьих благословений, я желаю всем вам, чтобы вы искали Господа, чтобы вы искали Его всем сердцем, всей душой, чтобы вы говорили, Господи, явись ко мне. Явись, сделай что-то, измени мою жизнь, помоги мне. Может быть, есть какие-то проблемы, трудности, или вы говорите, Господи, покоя нет у меня в сердце. Боже, дай мне покой. Господь обязательно укажет вам, что делать. Скажет, закинь сети по правую сторону. В точности. Вот нужно быть послушным Христу, научиться быть с Ним и быть Ему послушным. Вот даже, сегодня мы говорили уже, даже в семье, например. Мы, Бог создал семью, создал мужчину, женщину и семью, брак. Муж и жена. Ну, смотришь в жизни, вроде бы все хорошо, должен быть и мир. Вроде смотришь, и квартира есть, дом, машина есть, работа есть, и покушай даже. Ну, все есть, и дети, все, вроде бы никто не больные, все здоровы. Ну, что вам не живется? В некоторых регионах России разводов больше, чем браков создающихся. Ну, спрашиваешь, ну, что вам не живется? Что? Вот нет, как будто вот, знаете, говорит, муж и жена, одна сатана. Вот как бы, как такое вот состояние. Думаешь, ну, почему? А все, все очень просто. А люди не хотят закидывать сети по правую сторону. Они говорят, как мне хочется, на левую. Или что это я буду? Я знаю, как жизнь устроять. Я знаю. А ведь, если бы послушали, что говорит Христос. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Жены, уважайте своих мужей и повинуйтесь им. И все. Больше ничего не надо для того, чтобы в семье был мир. И тащите эти сети теперь. Полные рыбы. Там даже написано, 153 штуки больших рыбины поймали. 153. Насколько хватит 153 рыбы больших? На пять месяцев хватит, да? А? Хватит. Ну, хватит же, правда, на первое время. Хватит. И в семье все по-другому. И в других каких-то сферах жизни, воспитания детей, на работе. Мы должны быть послушны Божьему Слову. Послушны Божьему Слову. Библия говорит, что человек, который слушает, но не исполняет. Он подобен человеку, который строит свой дом без фундамента, на песке. Строит красиво вроде, смотришь, красиво все. Все очень аккуратненько, здорово. Пластиковые окна. А он говорит, придут ветра, ливень будет, шторм, вода, и дом рухнет. Почему? Потому что нет фундамента. А у кого на фундаменте устоит, и ничто не повредит ему. А что же это такое? А он говорит, вот человек, который слушает Слово, но не исполняет его. Он строит дом свой на песке, он строит жизнь свою на песке, он строит семью свою на песке, вот так. Он строит свой бизнес на песке, свою веру, свое служение и так далее и тому подобное. Он все может строить на песке. Поэтому мы, как христиане, мы должны быть послушны Божьему Слову. Полюбите Евангелие. Читайте его взахлеб. Находите для этого время. Размышляйте. Господи, а что ты говоришь? А какое твое мнение вот по этому поводу? А что говорит Бог в той или иной ситуации? А как мне поступить, Господи? Помоги мне. Полюбите Евангелие. Полюбите Христа и Его Слово. Будьте не просто слышателями, но исполнителями. И мы читаем, что Христос, Он зовет их и говорит, придите теперь, погрейтесь, придите, обедайте. И уже никто не мог спросить Его, кто ты, потому что знали уже, что Он Господь. Они уже знали. И уже не нужно было никому доказывать, что Бог есть. Они знали, что Бог есть. Вот, например, меня вы не переубедите. Ну, невозможно переубедить меня, что Бога нет. Это невозможно. Когда ты греешься у Его костра, когда ты питаешь свою душу от Него, невозможно переубедить, невозможно сказать, Господь, Он есть. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас. Аминь. В этот светлый, радостный день. Праздник Пасхи. Христос воскрес. Христос воскрес.